всем привет мы подумали решили что маникюр кариночке стоит на уши очень дорого типа обычно сколько дает 15-20 посереза маник не хочется давать 15-20 посередине поэтому в этот раз мы пойдем в дешевые салоны красные наши самые дешевые салоны и мы решили пойти туда и проверить и вот как все было еще раз здравствуйте дорогие друзья с вами тоша говназад сегодня мы с вами идем делать маникюр просто посмотрите на это бракобесе знаешь что получилось с моими ногтями что случилось а я вам сейчас покажу вчера мне написали что снять маникюр будет стоить аж 200 рублей я подумала решила блин ну зачем мне 200 рублей платить за снятие маникюра если я могу снять его сама как итог ногти они буквально всей кровати это ужасная такая свинья иди пожалуйста сюда вот ты уже наверно умираешь да в этой грязи ты просто не понимаешь почему у нас все еще серьезный контент так что сегодня мы едем делать проверку наращивание нафтей кариночке аркелён ура так что погнали надеюсь мастер не сломается и вообще идея мне страшно представить сколько я заплачу за этот маникюр потому что карина за свой маникюр поют от 15 до 25 тысяч рублей боже я не хочу платить 20 рублей за маникюр которая потом буду отгрызать буквально да кстати некоторые ногти я отгрызла ну посмотрим что скажет мастер мы поняли что не хотим платить по 15 и 20 копейкам за маникюр поэтому решили сравнить качество маникюра и обслуживание в дешевом и дешевом салоне так даже интереснее так вход в деловой центр виртуоз это не оно вход а вот видишь не салон красоты кайф ну нам короче сюда ну красота ну знаете нормально все нормально надеюсь это в кофе потому что очень холодно чтобы не сделаешь хуже не будет господи на кухне тоже находится буквально умираю но вот все еще ногти круто выглядят ну как так когда к 11 утра надо ехать на маникюр а все что тебе хочется отцепать бренд не спать я знаете на что я переживаю что мне сейчас буду делать маникюр и мне интересно мне мои ногти срежут или нет потому что вот это же мои ногти они нарощены вот здесь только уголочки нарощены ну короче переживаю да что ты можешь искать кроссовый салон первое впечатление первое впечатление то что я очень люблю дешевых салонов что у меня был и милый администратор и милая девушка мастер чтобы не палить название реально парикмахерская спалила название пожалуйста вытирайте ноги вытирай вообще никто не спрашивал что я снимаю мне не предложили ни чай ни кофе ни воду ничего но когда я спросила типа у вас есть чай или кофе мне сказали ой к сожалению нет и есть только водичка но я не хотела ну и ладно так нет у тебя пожалуйста извините пожалуйста а у вас случайно нету пауэрбанка пауэрбанка когда я пришла в салон первое что мне сказали что сейчас делаем фото чтобы у нас было до после мне в целом это вообще не смущает и не против делать фотографии но согласитесь немножко странно когда это первое что ты слышишь когда приходишь в салон первое что я увидела это отсутствие вообще какой-либо социальной инстанции огромное количество людей я зашла меня никто не встречает просто какая-то хаотичная фигня происходит куча людей куча администраторов все ходят кто-то ржет кто-то веснуется я не поняла что это было за мракобесие но было очень весело на самом деле нет я переживаю что я чем-то заболею не иронично я на маникюр можно это да это кто-то да ой хорошо первое кстати что мне еще прикольно было в салоне когда я зашла мне говорят вот ваш индивидуальный набор инструментов но нужно заплатить 50 рублей атмосферка конечно веселая я сажусь очень шумно везде пыль от инструментов но вы это дальше увидите просто наглядно хорошо хотя бы одноразовые инструменты предложили правда я не знаю сказали что нужно за них заплатить 50 рублей но если у меня нет 50 рублей то тебе не сделают маникюр и я такая ну хорошо я сделаю мне это не жалко как бы но это согласитесь достаточно странная постановка вопроса у меня у вас первый раз просто а я смотрю в этом салоне у каждого мастера свои инструменты то есть каждый свое приносит прикольно это удобно каждый мастер на своем привык работать мне говорят если хотите вы можете приобрести свой индивидуальный набор инструментов которые вы можете в этом забрать за 60 рублей понятно я тебя развели а я не заплатила а я не заплатила а я не заплатила а мне просто перед выбором никто не ставит вы сказали он 50 рублей стоит можешь сделать индивидуальный набор бери пожалуйста а я сказала ну говорю нет спасибо мне не нужно я во-первых их реально всегда теряю во-вторых у меня все было упаковано в герметичные пакетики то есть все было обработано все было хорошо мне абсолютно бессмысленно было брать этот набор у вас будет комбинированный маникюр можно взять одноразовый набор он будет стоить 60 рублей или можно стерилизованными инструментами стерилизованными инструментами я всегда потом выкидываю одноразовые наборы хорошо спасибо можно попрощаться с вот этим отращивала отращивала девочки так больно вы бы знали но контент требует жертв мы просили маникюр карины поэтому мне кажется сейчас мои ногти мне просто срежут мне очень повезло что в салоне я была одна потому что вот видите кресло слева от меня стоит супер близко а педикюрное кресло прямо за моей спиной если честно я вообще не представляю ситуации в которой в этом кабинете сразу нескольких нескольким людям делают процедуры то есть педикюр и ноги упирались бы буквально мне в голову вы не подскажете мы сейчас будем наращивать вот у меня тут есть мои ногти видите то есть это моя длина ее придется все под ноль срезать чтоб такие ногти нарастить какие ну длинные мне покажите а вам не показали что мы делаем нет вы знаете да что мы делаем или у вас нет водочки вам показать что нет ну вы знаете что мы делаем да наращивание вот вот ну а вообще-то очень длинный сейчас вам покажу фотографию а вот вы сказали что вы арочная не делали а на фотке типа арочное наращивание аж а а что такое арочная арочная это когда вот так треугольник а вот такая вот и снизу вот такая прямо арочка пускай у кого ну как вы хотите наращивание вообще ну мне без разницы как правильно как лучше будет так и давайте сделаем я была очень удивлена что мы мастеру не показали ногти которые мы будем делать заранее потому что она спросила какую будем делать длину и когда я сказал что максимальную по ее реакции я уже поняла что все будет плохо потому что ощущение что она умеет делать такие ногти не было слова совсем мне очень болезненно прощаться с моими ногтями и я надеюсь что это все не напрасно и что мне их не испортят коротенькие я их давно такими не видела что ты в целом скажешь про свой салон как тебе мастер мастер очень милая абсолютно то есть все что я говорила если мне было больно она сразу извинялась сразу там делать так что мне была лучше если у меня был у меня было жесткой щеточка затем забезать ощущение пенза для пяток у меня абсолютно такая щетка была видимо это очень mission на грани собственно ничего страшного но глобально слышно было бы это про него очередной никогда не больно это было больно это она только проходит фризой по пальцу а потом она берет эту щеточку этой щеточкой стирала Я говорю, о, извините, мне больно. Она говорит, а, наверное, потому что это новое. Она взяла такую же старую. Старую было не больно. Посмотрите, как мне сделали уникюр. Выглядит все довольно чисто и аккуратно. Лисе бы такие ногти 100% понравились. Она бы уже сказала, все, уходим, дальше ничего не наносим. Но мне, конечно, максимально непривычно, потому что они такие короткие. Такие короткие! Сколько по времени займет? Часа минимум. Ну, короче, ориентировались 2 часа на 4, да? Чтобы наверняка. Хорошо. Класс. Надеюсь, что получится пораньше. Но если нет, то окей. Там особенно большой палец сейчас будет пострадавший. Я там как-то вообще очень криво сняла лак. А я не знаю, как произошло. Я была, кстати, раньше в ее салоне. И там реально столики очень близко к другу расположены. Я когда села, первое, что я видела, это женщина, которая сидела буквально рядом со мной. Примерно на таком же расстоянии, как мы сейчас с тобой сидим. И она все время болтала. И она вообще несла какую-то люфтую чушь. И мастеру было абсолютно пусто, что она там несет. Сточник, она сама с тобой общалась. Было очень странно и неловко. И я такая... Как вы видите, здесь просто полная посадка. Это максимально неправильно, я считаю. Потому что все-таки все еще эпидемия, люди все еще болеют. И да, вы можете сказать, что это полный булшит и бред. Но тем не менее, мне немножко было некомфортно. И я понимаю, что, наверное, нужно было взять и уйти. Но, блин, я же снимаю контент. И если я заболею, я сниму про это контент. Мы все будем знать, где я могла заболеть. Потому что больше буквально нигде. Ну ладно, ладно. Я не буду драматизировать. Самое главное, чтобы сделали нормальный маникюр. Не так ли, не так ли. Мы же за маникюром пришли, ну. Моя мастера была молчаливая. Она была настолько молчаливая, что молчаливее этого я никогда мастера не видела реально. Ну, если честно, у меня сложилось впечатление, что она может просто не очень хорошо понимает русский язык. Поэтому я лишний раз старалась не говорить. Но в целом это было реально супер молчаливо. Просто максимально. Она не говорила ничего. Даже когда дошла речь за то, что какого цвета мне красить ногти, она мне ничего не говорила. Она не предлагала мне выбрать краски. Типа, насколько я ничего не говорила? А привет? Ну, привет, да, здравствуйте, сказали. Просто пришла администраторша и, ну, принесла лаки, которые мы будем красить. То есть мне никто не предлагал выбрать конкретно синий или конкретно розовый. Мне принесли розовый и голубой и сказали красть. И я такая, ну, ок. Бывает и хуже. Да, бывает хуже. Ну, ладно. Ну, на самом деле, меня достаточно полтурно нарастили, поэтому они просто... Первый ноготь просто сломался сразу. Я весь раз пришла домой, просто ничего не делаю, и у меня буквально он отпал. Переделать не стали, да? Да, что-то мне там не очень понравилось, на самом деле. Как-то очень прям... Ну, не совсем профессионально было сделано, поэтому я решила даже не идти, не корректировать. Думаю, ну нафиг. Если плохо уже сделали, настолько, что ноготь нарочно отвалился, то явно там люди не понимают, что они делают. Твоя мастер хорошо наращивала ноготь? То есть она понимала, что она делает? В целом, у меня сложилось впечатление, что это было самое лучшее наращивание, я не считаю, наверное, самым первого салона. Но вот, по крайней мере, со вторым это не сравнится даже близко, где мне и цвет перепутали, и лак перепутали, и который ноготь еще отвалился в первом начале прошлой видео из этой рубрики. Это мы сейчас базу, да, вот эту паучуку как раз наносим. Мы поближе к вам руку положить. Не, нормально? Нормально. Так, давайте чуть-чуть подлиннее, если можно. Хочется прям в этот раз что-то вообще супер длинное. Еще сколько размеров? Ну, если можно на две, то на две, и если нельзя на две, то на один. Там прям девчонки такие супер длинные, я хочу вообще как у нее сделать. Кайф. Ну, ну, что-то все носят такие длинные ногти, мне тоже захотелось. Давайте попробуйте. Ну да, вот сейчас по длине вообще то, что надо. Ну, то есть реально у меня особо нет претензий к наращиванию, я даже ее не поправляла, не дергивала. В целом норм, там только один палец косит, и я это заметила, но я не стала говорить, что мне косит палец, потому что если бы я сказала, она бы точно стала переделывать, а я точно не хотела тратить 40 минут на один ноготь, мне типа поздно. А завтра я все равно сниму, потому что невозможно так жить. Да, невозможно сто процентов так жить. У меня мастер, когда наращивала мне ногти, у меня не было ощущения, что она постоянно наращивает такую экстремальную длину. Я не представляю, что потом они все будут такими длинными. У вас почти что такие были? Ножками? Нет. Короткие? У меня были в два раза, ну, в два с половиной раза меньше точно. Да? Понятно, что довольно красиво. Когда мне сделали первый ноготь, я увидела, что он кривой, и я спросила у мастера вообще нормально ли это, потому что, ну, ноготь смотрел просто вверх, он улетал. Она говорит, да, все нормально, заверила мне, что потом она его выровнят, я не очень, правда, поняла как, но доверилась. Прикольно, он такой прозрачный. Да, на этом прозрачном можно на любой свет, чтобы снизу ничего не было, ну, не видно было. Офигеть, очень прозрачно, как будто бы вода или ледик. Круто. У вас наращивание было раньше? Слушайте, хороший вопрос, может быть, один или два раза в жизни, обычно я всегда со своей длиной хожу. У вас съемка какая-то, да? Да. Как и сессия. Ребят, кто разбирается, это вообще норм, что они так выглядят или нет? Разные формы, улетевшие наверх, и она меня наращивает, и один палец просто вверх. Я такая смотрю, она такая, а я это переделаю. Я такая, ладно, типа окей. Это мы сейчас их укрепляем? Они в разные. А, выравнивая. Ну, не сушите. Ого, так красиво выглядит, офигеть. Фиолетовый, да? Да, такой синий и прозрачный. Кстати, если обратите внимание, мастер пилит Лиане ногти без перчаток. Вообще без перчаток сидит. И я записала это в сторис, ну, типа серия просто скриншот со спойлером, то, что сегодня будет новое видео с маникюром. И мне очень много людей, которые работают мастерами маникюра, написали вот примерно такое сообщение. Оказывается, дорогие мои друзья, нельзя пилить без перчаток. И я удивлена, что в салоне Лиане, который выглядел гораздо лучше, чем мой, было такое жесткое нарушение. Я все еще не голая, кстати. А там сидит кот, смотрите, он пришел и выгоняет меня. Ногти, конечно, супер длинные. Наверное, самые длинные ногти за всю мою жизнь. Я никогда такого длинного наращения не делала. Просто жесть. Когда дошла речь за то, что какого цвета мне красить ногти, она мне ничего не говорила. Она не предлагала мне выбрать краски. Типа на сколько я ничего не говорила? А привет? Ну, привет, да, здравствуйте, сказали. Просто пришла администраторша и, ну, принесла лаки, которые мы будем красить. То есть мне никто не предлагал выбрать конкретно синий или конкретно розовый. Мне принесли розовый и голубой, и сказали красить. И я такая, ну, бог. Единственное, что у меня спросили, я хочу, насколько дорогой ли, насколько дешевый лак. Все. Вообще, я не разбираюсь, у меня в целом пофиг, а в чем разница. Какая-то, конечно. А какая лучше? Лучшая, хорошая. Ну, давайте, которая самая дешевая, посмотрим его. Хорошо. Это есть, она розовая, она такой вот так, безусловный, гостя штука. Это тоже розовенькая. Нет, здесь такой прозрачный. Дорогие мои, вы просто посмотрите, насколько здесь пыльно. Ни у одного мастера нет аппарата, который бы всасывал вот эту вот пыль. Вы просто это видите? Какой ужас. Я не представляю, сколько там вредных веществ летает в воздухе, сколько этим всем дышат мастера, сколько дышат администраторы и даже сами клиенты, потому что это просто пипец. Я вышла оттуда вся в этой штуке, просто вся в этой штуке, потому что ни одна у мастера нет этой хрени, которая сосет. Я не знаю, что там вообще должно сосать, вот его не было. Понятно. Я человек простой. Мне сказали красить, я краш, мне сказали раздеваться, я разделась. А ты что, не знаешь, что это история? Когда я на косплей фестиваль ходила, ко мне подошла какая-то мамка Бакуга, а я была типа в косплее Бакуга, но так в своем версии. И она такая, о, дочь, привет. А я смотрю на этого человека и думаю, а кто это такой? Вроде это точно не моя мамка, потому что он будет в Германии, я типа хозяй, кто это. И ко мне приходят просто рандомные бабы, которые косплеят мамку моего чувака, которого я типа косплеила. Я такая, ну пойдем, я тебя в гримёрку отведу. Я такая, гримёрка класс. Что? И она подходит меня в гримёрку, такая, ну раздевайся. Ну я такая родилась, пошла дальше, ну куртку оставила, там все такое. Но я реально не поняла, кто это, я подумала, что у вас даже кто-то из моих друзей, но я его не узнаю в косплее, но нет, это была рандомная женщина. И я такая... Просто хотела тебя раздеть. Бывает. Можно так назвать видео, женщина хотела меня раздеть. Потрясающе, мне кажется, отлично, отличное название. Прикольный. А это для кутикулы, да, типа, я ни разу не видела такого? Это шарик для кутикулы, да. Очень прикольный. Можем тебе дать, режет кутикулы. Ага, здорово. Вообще, да, реально очень там чистые ногти получились. А потом просто прибежала администратор, принесла лаки, которые она посчитала подходящими по цвету, и стала снимать, как мне делают маникюр. Ну и я не растиралась, я стала снимать, как мне снимают, как я делаю маникюр. Почему бы и да. А сейчас вы что делаете? Просто палочкой их. Звездочки есть еще. А, я даже не видела их. Круто. Чтобы вы понимали, к моменту, когда у меня был весь маникюр готов, ли они только четверку палец пилили. Вот у меня мастер, мне кажется, первый раз, может быть, второй раз в жизни работал с этой пленой. Это реально же. Наращивание выполнено плохо. И потом что-то у тебя дороже. А вот как тебя хотели развести в салоне, это просто шикарно. Короче, я закончила маникюр, сейчас я вам все покажу, когда встречусь с Лианой. Но я просто хочу сразу сказать, я в полном шоке. От того, что я просто ничего не могу делать. Я полчаса встёгивала мой пальто, мой пухан. Это просто жесть. А еще я закончила сильно раньше, чем Лиану, потому что на тот момент, когда мне уже доделывали мою последнюю рукаву, короче, у нее еще только четвертый ноготь пилили. Ладно, вот, мы прошли к Лиане, проходим. Ужасно холодно. Здравствуйте. А, у меня просто подруга на маникюре. Прекрасно. Так, а, вот. Может, ты курочку пояснишь? Да, я сейчас повешиваю буквально через секунду, я так замерла. Привет. Привет. И я к тебе без всего, потому что там настолько холодно. Нам просто одинаковый маникюр решили сделать. А можно дизайн просто? А, да, тоже самое. Это вот я к тебе даже, что у вас подруга, да, все еще. А, вот, да. Короче, я вышла в кофейню взять Лиане кофе и себе тоже посмотрите, но видно, что это лайк. И это просто не реально. И мне ничего нельзя сделать, даже заказ не сделать. Потому что, блин, неудобно. Посмотрите, я все еще не много людей это делать. А еще я постоянно держу руку в кулаке, ну все, в обычной жизни я постоянно держу постоянно в кулаке. И я даже не могу руку взять в кулак. Что это за кулак? Это не кулак. Я еще не спрошу у администрации. Да, 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 потому что сон мой разный. А где бумажку? Отнести. Да, пойдем, да. Хорошо. Хорошо. Здесь проблем. Пойдемте пофотографируем. А давайте я плачу и пофотографирую. 450 по карте. Смотрите, у меня вот вопрос. Когда я записывалась, мне написали цену 3550. А в чеке получается 4. Что там? Посмотрите, просто в чеке что там написано и просмотрите, может быть, что-то его посчитали. Ну вот смотрите. Дизайн, может быть? Нет, я понимаю, просто цена, когда я записывалась, она отличается от той цены, которая есть сейчас. Я даже не могу понять, что они посчитали. Ну вот, нужно посчитать, что они посчитали. А вы можете, может, зайдете в переписку, посмотрите с вашего аккаунта. Давайте. А вас здесь консультировали из того салона? Я не знаю, с инстаграма. У нас там просто дежурок, администратор консультировал. Да, я всегда заранее специально посылаю дизайн, который хочу сделать, чтобы мастер точно знал. Так, маникюр, дизайн, так, здесь все без изменений, снятие. Какую вам сумму написали? 3300 и 250 снятия гейдлака. Ну, минус 3300 просто. Вам, во-первых, не посчитали дизайн, дизайна не было. Да. Вот оно как раз, да. И получается, снятие посчитали 250, а здесь снятие просто 400. Да, снятие 250, а нарушенное 400 же, конечно. А у меня были ненарощенные ногти, это были мои ногти. А вот вы не поскажете, мы сейчас будем наращивать. Вот у меня тут есть мои ногти, видите? То есть это моя длина. Ее придется все под ноль срезать, чтобы такие ногти нарастить. В смысле, вот это вот то, что... Которыми я пришла, это были мои. Была моя длина ногтей. 250. Могу вам показать. Это у вас просто укрепление было или все-таки? Укрепление. Мои ногти с укреплением, сейчас я вам покажу. Это было... То есть мы считаем снятие как 250, да? Нет. Как 400. А, как 400. Ну и дизайн плюс прибавился. Вот, собственно, поэтому такая цена. Хорошо, просто непонятно, почему в инстаграме пишут одну цену, а по факту она другая. А там сразу присылали фотографию и все присылали. Давай скидку сделаем. Нет, в плане не проблема, я заплачу полную стоимость. Просто это не клево, когда в инстаграме пишут одну цену, а по факту она другая. Только в этом вопросе. Подождите, смотрите, просто... Смотрите, я присылаю в инстаграме фотографию сразу. Администратор не всегда может, вы сами понимаете. Где-то могут... Понимаю, но должен, по идее. Должен, да. Давайте я получу полную стоимость, мне не нужно делать скидку, но просто... Просто это не... Нет, ну смотрите, можем сделать скидку? Нет, не нужно, не нужно, не нужно. В этом-то проблем нет, тем более вы постоянно клиент салона. Нет, я первый раз сегодня. А, первый раз? А, я постоянно клиент скидку. Ну, смотри, Мариян, если ты скидку можешь сделать. 10% от салона? Да. Да, на мастер-сод не повлияет, все равно от салона сделаете 10%. Ну, давай на наращивание, на самую дорогую процедуру сделаете 100%. Ага. Просто так, я не правильно посчитала, чтобы как-то так загладить. Хорошо, спасибо. Так, ну тогда получается как-то... Сейчас я в кофе сделаю. У меня твои вещи сейчас, частично. Короче, ребят, смотрите на Маник, вот что получилось у меня, вот что получилось у Лианы. Расскажите, что вам нравится больше. В целом, я скажу так, вот с того, что я вижу, форма однозначно моя гораздо лучше. Но цвета лучше у Лианы, и у нее, видите, у нее сделано на прозрачное, да, а у меня сделано на цветное, поэтому они, ну, на так любом воспринимаются. Так кажется, что у нас на одинаковой подложке сделано на рахину, но сделано на разные подложки. Блин, у нас абсолютно разные формы, разная длина. У меня настолько острые. Столько острые, это очень больно. Я себя касаюсь, вот так поправить волосы или еще что-то, и мне прям больно. То есть это, ну, как бы, она говорит, вы хотите острые? Я говорю, да, я хочу острую, но первый раз в жизни, когда я сказала мастеру, что да, я хочу острую, мне сделали реально острую настолько, что это неносибельно в жизни вообще. Это абсолютно неносибельно. Она реально, когда меня докоснулась, такая просто жесть, что происходит вообще. Ну, это не Юля, она домогалась как-то Санта, зачем? А как вам мои ногти? Нравится? Хотите, я вас потрогаю, не бойтесь. Чувствуете? Да, конечно. Как вам? Остро? Капец, да? Я просто в шоке от такой длины. Ну, зачем ты дрогаешь людей? Что ты делаешь? А что тебя потрогает? Блин, не надо меня дрогать, я тебе сломаю ногти твои. Ну, цвет у меня красивее. Просто у меня цвет насыщеннее, более красивый цвет, да. По дизайну, честно, мне кажется, у вас одинаково. По дизайну одинаково плохо, что тут, что там. У меня какая-то хаотичная фигня, а у тебя хотя бы на молнии похоже. Ну, да, немножко окей, немножко лучше у меня. Опять-таки твой цвет мне нравится гораздо больше, хотя в жизни мой тоже очень симпатично выглядит, но на камере, конечно, твой круче. Да, дай вот. А, на камеру мой цвет, правда, выглядит лучше, но давайте посмотрим на токах нарочно мои ногти. Эй, не мои, ору. Эй, вот это вот, вот это вот мой любимый просто. Ноготь, вот сейчас у меня прямой палец, а ноготь вверх летит. Ну, почему? Да, у тебя, конечно, полоса, вон она, ну, просто здравствуйте. Типа, посмотрите на это, вот так вот он будет понятнее, вот так вот, верни, да. Гляньте, вот он вообще улетел куда-то, не в ту сторону. Вообще, вот у меня прямой палец, а ноготь улетел. Большие ногти у Лианы, у Лисы тоже очень прикольные, но у Лианы больше прорисованы линии, и они длиннее.